Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки 4, глава 24 стих, мы зададимся вопросом «Почему пророк не принимается в своем Отечестве?». И мы прочитаем Лука 4, 24. «И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». И мы посмотрим, какие есть истолкования на эти слова. Блаженный Феофилакт. «Но я говорю вам, что я сделал бы много знамений и у вас, Феофилакт как бы говорит от имени Христа, но я говорю вам, что я сделал бы много знамений и у вас, моих соотечественников, но знаю общую и со всеми случающуюся страсть презирать и самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными, и когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном, и им удивиться, а общее обычное презирать. Поэтому ни один пророк не ценится в своем Отечестве, но если он придет из какого-нибудь другого места, из какой-нибудь другой страны, ему все удивляются. Нечто подобное мы находим в посланиях апостола Павла, который имел какие-то очень плотные отношения с Коринфской церковью, и в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 8-10 стих, он пишет, «Вы уже присытились, присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, то есть без апостолов, о, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии». То есть не пророк человек в Отечестве своем, потому что когда пророка ты видишь день и ночь, как он ходит за водой, как он отправляется ко сну, как он ходит на рынок покупать фрукты, овощи, немножко приедает. И вот Каринская церковь, она была избалована вниманием апостола Павла, у нас два послания написал, на самом деле три, потому что в первом послании он уже пишет, я писал вам ранее. И они там возгордились, все уже всерьез не воспринимали его. Людям вообще свойственно то, что повторяется, то, что становится будничным, не воспринимать даже на слух, как что-то такое исключительное, очень интересное. Я как-то рассказывал шутку семинарскую, расскажу для тех, кто не слышал. Встречается верующий и неверующий. Верующий говорит, есть чудеса. Неверующий говорит, нет чудес. Верующий говорит, ну как нет чудес, у нас диакон полез на колокольню, подсказнулся, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит, это случайность. Верующий говорит, я бы с тобой согласился. Но потом вскоре опять полез на колокольню, подсказнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит, это совпадение. Верующий говорит, я бы, может быть, с тобой согласился, но сегодня он опять полез на колокольню, подсказнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит, привычка. Вот то, что буднично, то, что всегда перед глазами нашими, Это как бы уже не воспринимается как что-то необычное. И вот ситуация с жителями Капернаума, может быть, отчасти и с жителями Назарета, была такая. Они часто видели Христа. Они часто его видели. И действительно, когда он произносит эти слова, что никакой пророк не принимается в своем Отечестве, он имеет в виду как раз вот такую ситуацию, когда мы присытились уже, и апостол Павел уже не удивляет, и пророки, которых мы все время видим на одном и том же рынке, куда мы ходим тоже за Капустой, и они там ходят. Это очень буднично. Помните, как апостолы приглашали одного из будущих апостолов, Нафанайла, а он говорит, а может ли что доброе быть из Назарета? Все это воспринималось очень рядом, буднично. А если бы сказали, что с Гималаев спустились какие-то пророки, люди неопытные духовно, может быть, побежали бы на них посмотреть во внуковский аэропорт, когда они будут, не дай бог, прилетать. Поэтому мы должны ценить проявления духовного и в будничном оформлении, потому что милости Господни надо вспоминать и считать их все до единой в сердце повторять, чтобы ни один из моментов подлинно духовного наставления, он бы не пропал. Иногда люди устают даже от одних и тех же священников. Как я помню, когда более чаще я выступал на радио «Радонеж», там некоторые звонили и говорят, а нельзя ли там еще священников приглашать, еще священников приглашать. Слава Богу, что на экзегете, на библейском портале мы можем приглашать милостью спонсоров неограниченное число священников. Это происходит. И при этом каждый находит того священнослужителя, который ему ближе, потому что более понятен. Но через какое-то время он может с не меньшим интересом слушать других. Поэтому вот эти слова, их надо соединить с другими словами из Писания. «Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника». «Прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка». То есть не смотри на человека, то, что ты уже устал от его физиономии, скажем так, а лучше повнимательнее прислушайся, а что он говорит. Отнесись к нему как к проповедующему и получишь назидание от той проповеди, которая звучит. Итак, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это сложное время. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok